здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема сегодня у нас в гостях абсолютно уникальный человек но вы это сейчас сами поймете как понял это я надеюсь художник скульптор лама дипломат это все в одном лице рдм цебегжапов рдм добрый день очень рад вас видеть рдм у вас очень интересная очень насыщенная очень необычная биография для наших земляков да в целом вы долго проработали в туркменистане будучи дипломатом по работе со странами снг так понимаю в то же время вы лама с высшим очень хорошим буддийским образованием настоящим да вы строитель образованием тем не менее вот как вот вот все это сочетается у вас в одном человеке как вы сами себя оценивать наверное скорее всего судьба ведет так я служил в армии монголии откуда все вот это пошло стремление начальник штаба была майор талару рубен львович с ленинграда для этого есть город спутник сестрорецк а и сейчас в этом году как раз 30-летие победы надо было приготовить какие-то сделать подарки для министерства обороны монголии воинской частей наши много было и вот была команда дана художники чеканщики ну кто что может сделать хорошую работу и приз был 10 дней народе домой уехать отпуск у меня не образование ничего ребята смотрю там художники из краски полотна эти чеканщики там денег металл меди чеканы ну я вижу я стою думаю что я могу то я могу вырезать потому что с детства я всегда вырезал у меня был свой дышок если помните виде желто-алюминиевой рыбки да 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 вот это вот больше ничего не было я тоже в строй стал чтобы где это кто может что-то сделать стою все прошли но все солидные же тебе что надо полежку или что-нибудь такое какую полежку ты что хочешь делать я что-то хочу вырезать там вот этот его адъютант говорит он хочет наверно отлынить две недели всего срока ну ладно давай так договоримся ты ничего не делаешь две недели в гаупт вахты согласен я говорю согласен ну все давай будет водитель иди съезди в дровяной склад пусть выберет что-то там с полежками это тяжело в монголии скажем так ну да и самое главное я взял и у меня журнал попался там памятник сухобатор фотографию меня есть это я вечерами делал вот этот памятник сухобатор но где-то вот такой на из березы на коне они на коне он постамент сам полностью его вырезал а я тут так хотел домой потому что дружил с девчонкой и мне просто это знакомо я готов был хоть что сделать срок был две недели я наверное где-то на десятый день уже все сделал заворачиваю газету иду начальник штаба рано приходил я стою и он идет чугарится бежа по я беру все сделал как все сделал а ну-ка заходи горит я газету разворачивать поставит она меня посмотрит руки на меня смотрит это же горит золотые руки потом побежал напротив был чтобы это реактивно это ракетного дивизиона вызвал его свою эту коллегу ты говоришь что творит этот парень у кого тут же берет вечером меня на поезд и я уже домой ехал вот откуда у меня все началось от желания встретить встретиться с любимой девушкой вот и начальник штаба потом когда я уже гимнализоваться пришел он мне сказал вот мой адрес сестра рецк у тебя единственное что это ты прямо едешь в академии художества имени репина я тебя жить будешь у меня я тебе помогу ничего себе воспользовались не ну я поехал после армии то он должен быть где-то в октябре ноябре этим своим сказал от супруги этим что такой придет вы устроите все ему там получилось у меня я не знал что там за это экзамен и в июле художество опоздали то есть опоздал но я хотел устроиться на работу по ленинград умотался а там без прописка на работу не берут и самый последний момент мне пришлось там куда вернуться и последний день сдал документы технологической судно о строительной покойке там туда много народу было на строительной покойке я поступил нет тем более после армии то все равно у нас льготы были это были но там конкурс большой него конкурса понять я поступил и учился вот как раз вот у матвиша начало понятно вот строительный факультет у вас нет фактически художественного образования как такового нет вы абсолютно не самоучка с деревом тут даже я до человек так далекий от всего этого дела я еще понимаю как можно работать в про перочин и ножи сказали как работать с металлом с камнем то есть вы работаете вообще практически совсем со всем материалом с любым материалом материал что еще можно назвать дерево металл камень что еще пластик кость 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 как как вот это все приходит откуда это все берется и откуда берутся сюжеты ваших работ сюжеты моих вас не был основном из древних легенд как буддийских так монгольских бурятских то есть оттуда корни тут вот это что вот это называется это буддийская есть легенда четырех дружных зверях здесь в первую очередь там два понятия есть кабы если все люди дружны вот как эти четыре то они могут наслаждаться всеми богатствами земли до них нет преград это летает хоть куда приносит вам семена вы рассаживайте пользуйтесь все растет это лазит по деревьям если ты не можешь добраться он тебе скидывает от это все орехи этих шишки это собирать редкие травы растения то есть целико следное то есть и а что касается этого он может увезти куда хочешь изменить направление река то есть вот то есть живите дружно и все вы можете то есть пожинать все плоды земли земля богата нам учить вот такая а вторая версия это говорят будда когда он поехал к матери то есть уровень богов где и мать похоронена была он туда уехал здесь остались монахи пожилые молодые и такой сброд начался то есть никто перестал уважать старших тут все хотел как наши времена 90-х да 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 полный он приходит и в этого астролога спрашивает а вы горит вот это сделаете все готов по речи оказывается они со встретились один раз смотрят там такой красивый дерево растет платы и вкусные все ну и горит я это берега первого видел можем собственники сразу что увидел все на ион на твой доме моего дерево а когда ты это дерево увидел вот когда я вот такой был обезьяна горит а я и увидел когда он вот такой был то есть оказывается он старший основном то большое буду увидел потом кролик подбегает году а вот и чё она только-только это появилась я его видел . когда лепесточек только 2 и тут птица садится говорит а я же это 7 это извините сюда посадил все все по старшинству и все они стали этот садится на него этот на него а это то есть уважение птицы на всем уважение стаж замечательно прям вообще сказочно чем вы занимались туркменистане самой кстати закрытой стране снг ну или как как скажем республики которая после распада советского союза осталась самой закрытой мы про нее практически вообще ничего все по не знаем не слышим вот как вам там работал с тем более на протяжении столько времени чем вы там занимались с кем общались и почему вот допустим я так понимаю что вы там о себе память такой оставили что ее если одним словом сказать я прихожу на базар а там вся жизнь на базаре я только захожу все меня знают иди сюда вот это возьми елка я подхожу одной беру 2 отворачиваться я говорю а что ты у нее берешь умение обиделась а я должен у нее тоже что-то взять и вот пока я не пройду этот ряд у меня машину а там молодежь наоборот ко мне подбегают эту дыню возьми себе в общем я тоже уважение людей как его заработать как вы заработали вот это уважение людей но совершенно другого скажем так мира уклада ну правильно я три срока там проработал смысле срока три имеется дипломат длительную командировку на три года уезжает а я восемь лет почти три срока то есть хорошем смысле ну понятно если я вам расскажу что когда закончил дип-академию 40 лет мало кто мне верил обычная практика была бурятова отправлять монголию но это нормально брак ну да это все знакомо знаком я единственная которая нарушила это я поехал вторую чеченскую в азербайджан потом грузия работал с как этим южно-осетинский этот конфликт от нас и конфликты работал с мертвогорцами смешанным контрольная комиссия по урегулированию грязаница чеченского конфликта был ответственным секретарем со мной был посол посолом поручения майор михаил владимирович я проработал сли 5 с лишним лет с ним то есть я специализовался по конфликтам то есть вы такой регулировщик уваживания международных конфликтов не то что но не то в нормальном смысле этого слова это чтобы людей привести за взаимопонимание объединить объединить надо знать их корни и найти общее что их связывает а не то что их разделяет это трудная работа то чего сейчас не хватает нам в наше время к сожалению но я специалист был по конфликтам туда туркменистан это просто случай потому что там температура в тени 50 градусов ой кошмар какой и желающих туда ехать не очень много вообще не было я по ней даже три года не выдерживали полтора года максимум этот сил два жара оттуда много ребят приехали с онкологическим заболевать потому что солнце там есть дыры озоновой спровоцируют эти новые клетки я туда приехал я почувствовал себя у себя там отношение такое было к вам или вот просто климат вас вполне устраивал у дипломатов есть такая практика перед тем как выехать в какую-то страну ты должен очень близко и хорошо ознакомиться с их ним бы там обычаи истории по на языком вот вот тогда ты вливаешь то есть вы знаете туркменский язык я могу ничего удивить по грузинскому могу вас с вами ничего удивительного для меня а сейчас уже вообще а сколько вообще языка знаете ну обычно это английский конечно монгольский как бы родной тоже французской там чуть-чуть может быть разговором такой а так это кавказ средняя азия то моё конечно я в шоке вы лично были знаком знакомы с туркмен баши вот как он и почему так устроен туркменистан да почему он все-таки такой достаточно закрытый небольшая страна богатая природными ресурсами там все есть да да а уровень жизни людей там хороший так честно или как везде он был хороший туркмен баши был а при когда пришел у него не было ведь он сорок восемь году как было землетрясение в ашхабаде все родственники погибли у него родных никого не было он интернате вырос и поэтому ему проще было хорошо вернемся от вашей дипломатии к вашему все-таки творчеству я так думаю что творчество вот сейчас для вас на первом месте мы уже определились но мне хочется спросить с каким материалом во все таки сподручнее работать и больше удовольствия доставляет или вы так меняете вот сегодня дерево завтра металл послезавтра кость причем кость какая слоновья где установит очень дорогое удовольствие ну я понимаю это просто берцовый есть столовая вот эти кости так ну да 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 говяжьи говяжьи там лошадины всякие вот эти большие цифка называется а из цифки делаем это что подручно а так конечно если сделать из мамонтового клыка допустим слоновой кости но это это цены нету конечно можно делать проблем не вы продаете свои произведения и вот я получил вам сказать два года тому назад союз художников мне дал мастерскую вот эти работает вот двухгодичный да то есть течение двух лет я сделал работ получается где-то но не все отлил 20 работ сейчас бронзовых где-то около 10 может быть это из дерева то есть это сделано за два года ничего себе это ничего себе это я сам себя спросил это много ли мало как председатель союза художникова евгений анатольевич волосовой сказал бит если так все работали потому что скульптору вот начиная три года к вида два года до последних если вот то есть специалисты все ушли в литейки вот здесь есть четыре литейки это в дастане небольшая литейка приборостроительным потом в этом на левом берегу лотос и у этого миронова михайловича который монументалисты вот я с прошлом году осенью хотел как бы отлить я их всех знаю то есть и к радости и к сожалению я их всех знаю то есть эти специалисты я всех сразу видно дипломат и к радости и к сожалению не вашим и вашим здорово не я всех знаю но я у одному приходил вот знакомому отливал с пятого раза получилось допустим то есть я знаю что брака никогда не было потому что я там работал в лотосе работал это была там дальше с ним работал но брака никак не это восходит мой знакомый его сотрудник то есть нет браков не было вот сколько я с ним работал это получается около восьми лет с 7 то есть браки пошли ну ничего несколько отлил в прошлом году я отлил 3 или может быть с этими браками 4 или 5 то есть немного всего открыл но теперь я понимаю и я феврале уже у меня начинает дух патриевых 3 сентября октября ноября обивал все пороги руки начали к бы опускаться на и думаю и тут звонок один звонок второй звонок и михал звонит вы его тоже знаю у тебя что есть открыть прошлом году отлился я говорю отлился но я не говорю сколько у тебя есть год и у меня есть к неси я собираюсь и туда прям к ним я буду тебя отливать он посмотрел работать я твою работу буду отливать я говорю все вопросу нет я буду тебя загружать и вот результат то есть это в жизни человека наверно самое ценное дорого это отношение конечно безусловно отношения это отношение семье отношения в коллективе отношения среди народа отношения государственном государственном уровне вот если это люди поймут и будут уже не стоит точки зрения что вот если он мне нужен я с ним хорош а если не нужно я его знаю да то есть вот это вот тогда все изменится у нас мы же вот самого начала но мы все как говорится мужики как жизнь прожили знаем что главное вниз увидел красивую всю и там все у тебя отвалилось все ты уже все и там это уже молотом мозги не работает не там отключается ходишь как этот весной олень который с рогами но уже не знаешь боишь но а потом когда начинаешь жить ты чуть-чуть у тебя глаза начали дети появились что-то а потом думаешь а какая она хозяйка как она к детям то то есть уже хочешь понять как человека то есть на востоке говорят есть три периода 60 лет возраста уже никакой роли не игрового точно 70 лет вот в моем возрасте вот я сейчас в 70 лет действительно я понимаю спасибо моему учить он мне говорю 70 лет ты перестанешь отличать мужчину от женщины точно я согласен с 80 горит ту же не боюсь они смерти и не жизни то есть вообще абсолютно логично поэтому жить надо не откладывая мой отец всегда говорил ты рассчитывай что вот твой первый возраст 25 армии то есть детство школа армия и 25 лет ты уже должен с образованием начинать семи семьей 25 проживаешь 50 лет это ты семья прошел а после пятидесяти ты уже готовься дать это то есть на носит туда они это уже ну живи с возрастом он хотел мне объяснить я сейчас понимаю то есть живи с возрастом то есть у меня друзья много они всегда вот я смотрю уже 60 сегодня прибавилось это точно а если конечно вы меня свои друзья возьмете на один на одного друга у вас сегодня точно прибавилось это я если вы конечно меня в свои друзья возьмете и я уверен что еще сотни если не тысячи телезрителей которые посмотрят нашу программу вас захотят записаться или стать вашими друзьями это я уверен уверен можно сказать конечно нужно 93-й год октябрь 4 ну конечно чушь обстрел белого дома мне было 40 лет я сидел внутри защитник белого дома прогул стоит и телефон у меня с утра до вечера жена меня ругала я хочу тебе как секретарь что ли ты любит рабочий телефон давай чё они сюда звонят домой он мне вообще постоянно и как будто врубил но 5 звонков двое ребят которые со мной служили один и и код другой главный врач с турки потом это помните такой была знаменитый монгольский и клубка ваниза ковалов сам он 4 главном управление медицины эту москве работал он позвонил потом позвонил одна девушка который учился мне и позвонил бабушка вообще не известная оказывается она проезжала в датсан и у меня брала эти там заказывал эти лекарства я ей дал и она мне звонил приезжай сынок ко мне будешь они волновались за ваша вот вашу жизнь то есть я тогда понял что и не зря живу а мне больше ничего не надо я тогда понял что не зря потому что сослужиться у меня сейчас до сих пор то есть друзья да вообще вот это вот это вами рд можно разговаривать по моему часами но к сожалению вот время программы да но очень короткая для меня вот вообще дикому сожалению я уверен что и нашим телезрителям тоже я очень хочу вас пригласить еще раз наверное после того как вы проведете свою небольшую выставку да я уверен что вы сейчас ее прорекламируете это чистую да вот вы вот в эту камеру приглашайте людей скажите сроки где она будет проходить что вы будете там присутствовать это обязательно да потому что люди будут приедут я вот уверен абсолютно почему-то я не знаю такой самоуверенный и иногда бывают редко мы иногда бывают да что люди будут приезжать туда где будет проходить ваша выставка не только для того чтобы полюбоваться вашими работами восхититься вашими работами но чтобы в первую очередь пообщаться с вами вот это вот точно вот пожалуйста рд вот в эту камеру дорогие мои земляки гости бурятия друзья однополчане однокурсники всех кого я знал улан-удэ приглашаю на свою первую выставку улан-удэ она будет проходить в доцани и в логинском выставочном зале 7 августа в 11.00 часов жду вас приходите посмотрите просто на время я хочу чтобы вы ушли от реальности она называется у меня родимый край такого края который у нас есть бурятии и вообще в россии я объездил весь мир я не видел нигде у нас все есть посмотрите еще раз прикоснитесь потому что вот эти животные они вам просто дадут заряд еще раз понять что вы не зря родились здесь на этой земле и есть и есть у вас мечта о нас будет вот это моя мечта с детства она сбылась в 70 лет я очень рад буду вас встретить там ну мне добавить только одно с вашего разрешения рдм да я хочу добавить уважаемые телезрители что возрастное ограничение так положено по закону возрастное ограничение ноль плюс я уверен да что ноль плюс поэтому приезжайте сами привозите своих детей а может быть кто-то из них вот как сам автор в детстве да возьмет перочинный ножик и начнет творить самой большой буквы этого слова огромное вам спасибо за участие в программе огромное удовольствие общаться с вами рдм я уверен еще раз говорю что я с удовольствием буду приглашать вас приглашу в первую очередь после того как пройдет выставка вы поделитесь своими впечатлениями какие-то фотографии может быть покажете вот значит фотографию извиняюсь перебиваю я могу любые фотографии то есть нет нет я имею ввиду что на вот там есть с выставки да кто там будет какие люди да да ваше общение в кругу там людей незнакомых совсем да друзей и так далее я уверен в успехе в удаче вашей выставки еще раз огромное вам спасибо и за всю вашу ярчайшую жизнь о которой надо обязательно написать но если не автобиографию то кого-то попросить до профессионального журналиста у нас такие есть которые бы описали вашу жизнь может быть изменив вашу фамилию и имя такое тоже возможно в жанре я не знаю там политического детектива какого-нибудь да что девяносто третьем октябре вы сидели внутри белого дома они снаружи в танке это же тоже класс да что вы самим туркмен баши сидели за одним столом и пили чай это но это я считаю это будет бестселлер еще раз спасибо вам за участие в нашей программе уважаемые телезрители а напомню что гостем программы актуальная тема на а тв был художник дипломат лама и все это в одном лице рдм цепежапов я владимир банщиков прощаюсь с вами все вам самого доброго увидимся